Всем привет, с вами Алексей Рыжов, и я почти полтора года нахожусь в Кругосветке. И даже до этой поездки я очень любил путешествовать и накопил огромный опыт своих путешествий, которым я решил поделиться с вами и даже дать некоторые практические советы. Этим видео я открываю новую рубрику «Советы путешественника». За время своих путешествий я понял очень важную вещь – нужно всегда доверять своей интуиции. И именно интуиция сможет оградить вас от опасности и привести в невероятные места. Когда я был в индонезийской части острова Борнеос, со мной произошел не очень приятный случай. На тот момент я активно использовал программу «Каучсерфинг», об этом я обязательно расскажу в следующих видео. Но именно в этот случай я воспользовался предложением малознакомого, практически незнакомого мне человека. И мне просто дали контакты человека, который согласился приютить меня на какое-то время. История эта долгая, может быть, я расскажу в следующих видео. Именно тот человек, который согласился меня приютить, подсыпал в мой кофе что-то нехорошее. В общем, я практически выключился. И целью, скорее всего, было ограбление меня. Но мне просто повезло. Буквально накануне, перед приездом в этот город, моя интуиция, мой внутренний голос просто кричали. Не стоит ехать к этому человеку. Остановись в каком-нибудь хостеле, гестхаусе, в общем, в любом публичном месте. Я подумал, что все хорошо, и у меня все так гладко шло в моих путешествиях. И решил все-таки остановиться у него. Этим всем я пытаюсь донести до вас простую истину. Может быть, это прозвучит банально, но всегда стоит доверять только в себе, особенно в путешествиях. И неважно, куда вы едете, в другую страну, в другой город, или даже посещаете достопримечательности в своем собственном городе. Не стоит делать то, чему противится ваш внутренний голос. И не стоит есть еду или ходить в те места, где вы считаете, вам может что-то навредить. Всегда доверяйте себе. И никогда не путайте интуицию со страхом, так как страх делает вас черствыми и заставляет сидеть на одном месте. Именно интуиция и внутренний голос сделают вас счастливыми. И никогда не стоит бояться делать то, что хочется. И не стоит делать то, чему противится ваш внутренний мир. Если бы вам хотелось, чтобы я делился с вами своим опытом и давал какие-то практические советы, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И путешествуйте больше, и доверяйте себе. Пока-пока. Пока-пока.